Солдаты-киборги. Какие сверхспособности получат военные благодаря экзоскелетам? Компактней, легче, маневренней. В России представили беспилотник нового типа. Солдаты-киборги. В России разработали экзоскелет, который наделяет военных сверхспособностями. Первый опытный образец представили в Ростехе. Как передает три о новости? Экзоскелет с электродвигателями усиливает физические возможности солдатов, что позволяет им переносить более тяжелые грузы, проходить большее расстояние и меньше уставать. Устройство работает в двух режимах. При движении по горизонтальной поверхности с грузом и при движении по пересеченной местности. Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%. Энергетические затраты при беге и ходьбе на 15%. Позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее. Напомним, экзоскелеты используются не только для создания солдатов будущего, но и для восстановления двигательных функций у людей с ограниченными возможностями. Кроме того, аналогичные устройства некоторые компании закупают для своих грузчиков, чтобы те могли работать быстрее и поднимать больше веса. Новый российский экзоскелет для военных был представлен на форуме «Армия-2021». Здесь же показали и другие технологические новинки военной отрасли. Одна из наиболее интересных — беспилотники вертикального взлета «Циклон». Это летательный аппарат, который можно запустить прямо из кабины грузовика. Характеристики у «Циклон» примерно те же, что и вертолета, той же взлетной массы. Но при этом он дешевле гораздо, потому что у него нет таких сложных механизмов, как автомат перекоса. Он очень прост в изготовлении. Плюс он обладает еще эксплуатационными преимуществами по сравнению с вертолетом. Взлет с любой поверхности, управляемость, то есть это устойчивость по отношению к ветровым возмущениям. Воздушно-десантные войска. У них есть задача десантироваться на своих грузовиках. «Тайфун» ВДВ есть такой замечательный бронированный грузовик. И им нужно иметь на борту беспилотник, который можно применять прямо с борта. Не выходить на полянку, разворачивать его, а прямо с борта. Вот эта машина спокойно туда укладывается. Напомним, в России также ведутся разработки первого аэромобиля. Он будет работать по той же технологии, что и беспилотник «Циклон». Аппарат поднимают в воздух. Расположены симметрично циклические роторы диаметром полтора метра. Ранее сообщалось, что такой аэромобиль рассчитан на шесть пассажиров. Его грузоподъемность до 600 килограмм, а максимальная скорость до 250 километров в час. Полноразмерный прототип планируют протестировать уже в следующем году. Хотя в первую очередь эта техника разрабатывается для военной отрасли, беспилотник «Циклон» и аэромобиль «Циклокар» смогут использоваться и для других задач. Мы еще рассматриваем отдельную интересную историю. Это борьба с пожарами на высотных зданиях. Такой аппарат может забросить несколько бомбочек, так называемых, пожаротушащих по 5 килограмм, по 10 килограмм и уже решить предварительно какую-то проблему. Будущий аппарат, который мы рассматриваем к созданию, это многотонный аэромобиль. Он вообще сможет спасать жителей дома, в котором происходит пожар. Причем это делается очень просто. Он причаливает и держится, уткнув же стену. Ну а пока данные летательные аппараты в разработке. К тушению пожаров планируют приспособить другие беспилотники. Речь идет об аппаратах вертолетного типа «Кронштадт». Сейчас производитель ведет переговоры с МЧС. Ранее эти беспилотники использовались лишь для экспериментальной доставки грузов. Как передает лента.ру, планируется выпуск специальной партии для пожаротушения. Системы сброса, работающие по принципу порошкового огнетушителя. Аппарат вертикального взлета сможет подниматься с любой ровной площадки и при необходимости зависать в воздухе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова